Продолжение следует... Выходим мы в 11.15 по московскому времени, но со следующей недели высокая вероятность того, что перенесем наше мероприятие на 9.40 утра. Такое, что-то вроде примаркета будем делать в виде видеобрифинга, так что следите за новостями. Мы обязательно на сайте публикуем, на сайте broker.kf.ru, соответственно, изменения в нашей сетке вещания. Сейчас предлагаю переместиться к рабочему столу и поговорить про текущую ситуацию на глобальных рынках, соответственно, обсудить ее. В первой части мы это сделаем. Во второй части подробно поговорим про индексы деловой активности в промышленности, в секторе услуг по различным странам. Мы посмотрим по Соединенным Штатам, по Еврозоне, по Китаю, в целом глобальные индикаторы деловой активности. И, соответственно, сделаем определенные выводы по поводу того, куда движется глобальная экономика сегодня. Итак, поехали. Поехали по очереди. Я напоминаю, что мы работаем с вами в полном интерактиве. Это подразумевает то, что вы можете задавать свои вопросы в чате напрямую. Я эти все вопросы вижу и, соответственно, буду на них отвечать, если таковые будут иметься. Итак, вчера американцы показали отрицательную динамику по ходу пьесы. Проценты 0,2% в среднем потеряли индексы до СНП и Насдак. Очень плохо вчера смотрелась бразильская Бориспа. Это страна, которая входит в группу стран Emerging Markets. Более того, она входит в группу стран BRIC, туда же, куда входит Россия. Проценты 0,6% вчера потеряла бразильская, соответственно, бразильский фондовый индикатор. И с начала года минус 15% показывает, соответственно, биржа. Это очень контрастирует с тем, что мы видим на американских площадках, плюс более чем 23%. Европа тоже вчера не порадовала. Залив был под закрытие сессии. 0,6% потерял сводный индекс Евростокс 50. И в целом Европа с начала года прибавляет по сводному индикатору плюс 15%. Азия сегодня тоже раскрашена в красный цвет. Соответственно, японский Nikkei теряет символически 15%. Гонконгский Hang Seng 1,5%. Австралия минус процент 0,4%. Это не есть хорошо, безусловно, для российского рынка. В легком плюсе у нас находится сегодня Индия. Но, в общем, преимущественно азиатский регион раскрашен весь в красные-красные цвета. Далее пойдемте далее. Ну да, вот сводный индикатор MSCI Apex 50. Сводный индикатор MSCI Asia процент 0,8% потерял сегодня. Фитерсы на американские индексы на текущий момент торгуются на отрицательной территории. По 0,3% теряют, соответственно, декабрьские контракты на Dow, S&P, NASDAQ. Европа, которая откроется в 12 часов по московскому времени. Также, судя по динамике фитерсов, будет открываться, соответственно, на отрицательной территории. Минус 0,4%. Вот, судя по динамике фитерсов, мы увидим с вами на открытии Европы. А, Европы. Так, далее пойдем. По нефти ситуация достаточно стабильная. 106.23 текущей котировки. Здесь наблюдается небольшое повышение, но не столь оно вразумительное. Золото 1273, убитое золото. Ну, в общем, там ему и надо быть. Я к этому металлу, как вы знаете, в этом году очень негативно отношусь в целом. И не думаю, что оно покажет там что-то сверхъестественное в ближайшей перспективе. Минус 24% золота с начала года. Серебро минус 31%. По поводу золота, если кому интересно, мне много материала по этому металлу в этом году выпускал. Соответственно, на сайте broker.kf.ru в разделе аналитика и глобальный обзор. Там можете посмотреть. Либо у меня в ЖЖ-шке все эти обзоры выложены. В общем, там достаточно подробно я всю ситуацию по золоту описывал. Так, пойдемте далее. Кономический календарь сегодня достаточно пустой. Я давайте сегодня покажу лишь те события, которые действительно, внимание, надо обратить. Я сейчас обращусь к региону американскому. И здесь я перейду во вкладку «Центральный банк». И там мы с вами увидим то, что вот на этой неделе достаточно большое количество выступают членов комитета по открытым рынкам ФРС США. Те люди, которые, собственно, делают монетарную политику в Америке. Вчера господин Фишер выступал, Лохард, господин Кочерлакот. Это очень много выступлений, очень много заявлений. Собственно, последний тон заявлений говорит нам о том, что повышается вероятность того, что на декабрьском заседании ФРС будет предпринимать шаги по сокращению программы выкупа активов. А на это нас настраивают. Ну, в общем, шансы повышаются. Шансы повышаются. Здесь я ничего не скажу. Отмечу, что завтра будет выступать господин Бернанке. Завтра будет выступать господин Плоссер. По монетарной политике, кстати. Завтра очень важная речь госпожи Елен. Елен, я напомню, Джанет Елен, это главная преемница Бена Бернанки на посту ФРС США, которая, соответственно, займет его место в начале 2014 года. Госпожа Елен завтра будет выступать в 7 часов по московскому времени перед комитетом банковским в Сенате. И, соответственно, как раз вот речь идет, как вы видите, вот в топике слова nomination. Ну, соответственно, какая-то речь перед вот ее выдвижением официальным, соответственно, на пост председателя ФРС. В конце вот января, как вы видите, соответственно, она будет первой женщиной, которая за 100-летнюю историю ФРС станет ее главой. Вот. И, собственно, много чего от нее, конечно, ждут. Ну, я от себя напомню, что Джанет Елен часто называют Бернанки в юбке, то есть она является сторонником той монетарной политики, которую господин Бернанки проводил в последние годы, поэтому в целом каких-то больших изменений, видимо, не будет. Но, тем не менее, очень интересно, как поступит ФРС на декабрьском заседании. И если он уже начнет сокращать QE программу в декабре, то это будет таким очень-очень серьезным сигналом для рынков, для рынков, которые сейчас с очень большим ливержем торгуются. Это я говорю про американский рынок. И в целом, я думаю, вот это сокращение программы QE, оно, конечно, будет очень-очень болезненным ударом для рынков. Так что тут я таким, в общем, очень осторожно отношусь к той динамике, которую мы наблюдаем с вами сейчас на американском рынке. Думаю, скоро все это дело закончится и медным тазом накроется. Ну, кстати, тут не только растет американский рынок, растет и европейские площадки. Там немецкий DAX за последние, по-моему, 6 месяцев процентов на 60 уже вырос. То есть там такая явная перегретость такая наблюдается, поэтому надо лишь дождаться того момента, так называемый тайминг правильно выбрать, да, для того, чтобы начать глобально падать. Я думаю, что когда это падение начнется, оно будет очень неприятным, быстрым и резким. И, судя по всему, глубоким еще к тому же. Так, ну, повторюсь, это вопрос тайминга, когда все это дело начнется. Сейчас я бы хотел показать несколько графиков по российскому рынку. На ваших экранах нормализованный график динамики различных компонент структуры индекса ММВБ. Здесь, соответственно, представлена, ну, нормализация, это слово нам говорит о том, что 0% это у нас январь 2013 года, то есть начало года, старт по правой шкале, соответственно, в виде процентных изменений по индексам, различным из структуры индекса ММВБ. Белая линия минус 42% это акции энергетиков российских, энергетического сектора, который даже не подает признаков жизни. И, судя по всему, подавать их еще в ближайшее время не намеревается. Так что про этот сектор, я думаю, надо забыть. Пока там все окончательно не распродадут. Там, я напомню, структуры Норникеля продают сейчас, соответственно, свои активы. И пока там, в общем, дна я пока, честно говоря, не вижу, поэтому туда, наверное, не лезть. Мне очень не нравится та динамика, которая сейчас наблюдается в металлургах. Такой опережающий сигнал. Я напоминаю, что именно металлурги начали падать в начале 2013 года. Вот посмотрите динамику, это вот зеленая линия на экране. Возвращаемся в январь 2013 года и увидим, что в 20-х числах начались распродажи в металлургах. При том, что головной рынок и головной индекс продолжал расти. То есть, в начале года металлурги стали опережающим индикатором. Сейчас мы наблюдаем тоже довольно сильные распродажи. Такие неприятные по металлургам, которые сейчас по индексу находятся на уровне где-то сентября месяца. Вот ушли куда-то туда в лето. И, в общем, такой сигнал, на самом деле, мне не очень нравится этот сигнал. Ну, собственно, на чем вырос индекс МВБ, который с начала года находится в легком-легком плюсе. Ну и, как вы видите, он вырос благодаря нефтяному сектору. Это, соответственно, вот фиолетовая линия на экранах. Нефтянка в среднем выросла на 5% с начала года. И банковский сектор, безусловно, со Сбербанком во главе плюс 9%. Соответственно, веса Сбера и нефтянки в индексе большие, как вы понимаете. Именно благодаря им, соответственно, индекс вышел в нулевую территорию, область, ну, слабо положительно. Но вот металлурги минус 30% и энергетики минус 42%. Это, конечно, круто. Сейчас предлагаю переместиться к нашей второй части нашей беседы. Я хотел поговорить, ну, такой краткий обзор сделать по динамике индексов деловой активности в промышленности, секторе услуг, по Китаю, по Европе, по США и в целом глобальные индикаторы, которые отслеживаются JP Morgan. Собственно, этот обзор я вешал у себя в ЖЖ. Вы можете посмотреть, зайти на мою страничку в живом журнале, собственно, куда я выкладываю все свои какие-то мысли, какие-то идеи, там какие-то аналитические выкладки, если я их делаю. В последнее время я их делаю все меньше и меньше, потому что, собственно, меняю свои направленности, свои работы. Но, тем не менее, и пока я не начал этот обзор, я вот предлагаю вам также послушать, можете, собственно, мое вчерашнее выступление на радио Финам.ФМ. У Олега Дмитриева, соответственно, мы обсуждали ситуацию с российским рублем, с долларом, с глобальной монетарной политикой. В общем, там эфир почти на час, поэтому, если кому интересно, на сайте Финам.ФМ вы можете найти, соответственно, программу «Сухой остаток» с Олегом Дмитриевым, и вот вчера, соответственно, запись выложена, уже чуть позже появится текстовая расшифровка, там можно будет почитать, посмотреть, кому интересно. Ну, возвращаемся к теме нашей беседы, и давайте посмотрим на то, как, собственно, на динамику индексов PMI. Напомню, что это важнейший индикатор деловой активности, является опережающим индикатором, и, собственно, публикуются они, как правило, в начале каждого месяца. Индексы PMI, собственно, это индексы, которые строятся на основе опроса менеджеров по закупкам, то есть составляются опросники, которые высылаются, соответственно, компаниям из различных отраслей экономики. В этих опросниках есть, соответственно, несколько различных ключевых компонент. Соответственно, менеджеры оставляют свои, соответственно, оценки и ожидания по различным вопросам, таким как там, как у вас дела там с новыми заказами, как там дела с занятостью, у вас планируете ли нанимать новых людей в перспективе, да, там как дела с инфляционными различными показателями, там растут ли цены отгрузки, входящие цены, то есть там довольно широкий список вопросов и компонент в структурах индексов PMI. Все они имеют очень важное значение, все они, как я уже сказал, опережающее значение имеют. И вот мы с вами увидим, что на основе даже динамики PMI можно примерно смотреть, предсказывать динамику ВВП по различным регионам. Ну, давайте обратимся к первому графику. На нем изображена динамика глобального индекса PMI, который рассчитывает банк JP Morgan. Соответственно, когда опубликуется все основная статистика по PMI, и, соответственно, JP Morgan выводит такой взвешенный индекс и по манифектуринг, то есть по обрабатывающей промышленности, и по сектору услуг, сервисов. Ну, и, соответственно, когда он все это компилирует вместе, и манифектуринг, и сайт сервисов, то получает композит PMI, то есть сводный индекс деловой активности в глобальной экономике. Ну, вот судя по динамике, вот я выгрузил данные с 2014 года, с 2004 года, вот видно, что в 2013 году дела налаживаются однозначно, вот здесь на графике это хорошо видно. Именно за счет сектора услуг индекс PMI Composite, пора счетом JP Morgan, собственно, вышел на уровень высшей отметки в 55 пунктов, и вышел, в общем-то, на максимумы свои двухлетние. Это говорит о том, что глобальная экономика продолжает свое активное восстановление. Собственно, синенькая линия – это сервисный компонент сектора услуг, соответственно, коричнево-серая линия – это у нас индекс деловой активности в промышленности, в обрабатывающей, которая тоже, в общем-то, восстанавливается уверенно достаточно. Ну и так как доля все-таки сектора услуг в мировой экономике, она превышает, безусловно, долю промышленности, то и головной индекс Composite PMI, он, собственно, вслед за сектором услуг бодренько растет. То есть пока такой достаточно уверенный оптимизм мы наблюдаем с вами, что в целом и подтверждается динамикой глобальных фондовых индексов. Напомню, что значения выше 50 пунктов по индексам PMI говорят нам о том, что деловая активность расширяется, значения ниже 50 пунктов говорят о том, что деловая активность сокращается. Ну, пока все, вы видите, все достаточно неплохо, все нормально. Ну вот, на следующем графике, собственно, изображена динамика индекса JP Morgan Global Composite PMI. Это вот розовая пунктирная линия. И, соответственно, я там же на графике наложил еще две линии. Соответственно, такая голубенькая линия – это индекс MSCI World, то есть индекс глобальный фондовый, без учета динамики американского рынка. И вот серенькая линия – это индекс MSCI World. Индекс, ну, уже с учетом всех стран, которые входят в структуру этого индекса, то есть с учетом Америки и всех других фондовых индикаторов. И вот вы видите прекрасно, что очень довольно хорошая корреляция наблюдается между индексом PMI и, в общем-то, в целом динамикой глобальных фондовых индексов. Это очень хорошо на этом графике видно, особенно по 2012 году. То есть нельзя говорить о том, что тут фондовые рынки там сами по себе, экономика сама по себе. Да, тут, безусловно, очень высока роль ФРС, который надул и наводнил экономику ликвидности. Но, тем не менее, сейчас мы действительно наблюдаем такие нормальные, глобальные, такое восстановление в целом экономики. По Европе ситуация выглядит следующим образом. Мы, в общем, видели с вами довольно бурное восстановление с февраля 2013 года. По индексам PMI, собственно, они по большинству стран вышли выше отметки 50 пунктов. Еврозона, соответственно, вышла из рецессии. Вот данные по PMI. Манифектуринг в нашем случае это хорошо очень видно. Ситуация лишь во Франции не очень приятная. Так, Италия, Испания, Германия, все эти индексы выше 50 пунктов находятся по сектору промышленному. По сервису, по индексу сектора услуг здесь тоже было уверенное восстановление где-то с февраля 2013 года. Но вот в последний месяц, в октябре, вы видите, все индексы по сектору услуг европейские развернулись вниз, но, опять-таки, не находятся существенно выше 50 пунктов, что, в общем-то, неплохо. Ну вот, на этом следующем графике изображена динамика индексов PMI, сервиса с иммунифектуринг по еврозоне и динамика ВВП еврозоны. Вот вы очень здесь хорошо видите, что довольно плотная, хорошая корреляция между динамикой ВВП, это запаздывающий индикатор, и динамикой, соответственно, индексов PMI, manufacturing, PMI, services. Собственно, вот что я могу сказать, то что вот третий квартал для европейской экономики, безусловно, был неплохим, и, безусловно, из рецессии этот регион выходит. Это однозначно. Ну, собственно, вот то же самое восстановление индекса в деловой активности в промышленности и секторе услуг еврозоны еще в прошлом году, в конце прошлого года их восстановление дало мне четкие основания предполагать и полагать о том, что дела в еврозоне восстанавливаются, и, собственно, долговой кризис там завершается. По американской экономике у нас индекс называется не PMI, он называется индекс ISM. Здесь ничего страшного нет, вот, собственно, можно и PMI его называть, но, в общем, индекс ISM manufacturing тоже показал довольно уверенное, очень мощное восстановление во втором квартале даже. Начался вот такое бурное восстановление, вот вы видите, по сектору обрабатывающей промышленности индекс ISM manufacturing находится на отметке выше 50 из 6 пунктов, это значение двухлетней давности, максимуму двухлетней давности, то есть здесь все неплохо. Новые заказы, компоненты, вы видите, очень сильную динамику показывают, выпуск продукции, то есть в целом действительно такой мощный-мощный рывок американская экономика совершила во втором, вот, в конце первого полугодия, в начале полугодия второго, то есть в ЕТИ, в общем-то, отражение мы нашли с вами в динамике ВВП американского, которые недавно совсем выходили и по второму кварталу, и по третьему кварталу. В общем, пока все вроде бы неплохо. Очень полезно смотреть показатель бизнес-цикла, как его можно рассчитать. Надо из компоненты новые заказы вычесть компоненту запасы. Собственно, эти компоненты публикуются в структуре индекса ISM, и вот когда одно из другого вычитаете, видно, в общем, динамику делового цикла, ну вот в обрабатывающей промышленности, которая сейчас в Америке, в США набирает обороты уже три месяца подряд, довольно уверенное восстановление наблюдается. По сектору услуг США, которые формируют более 80% ВВП американского, тоже все неплохо. Здесь, в отличие от промышленности, ни разу индекс ISM Services Non Manufacturing не выходил ниже 50 пунктов после кризиса 2008-2009 года. Здесь тоже, в общем-то, довольно все спокойно, довольно все неплохо. В последний месяц, правда, сократились довольно значительно значения по новым заказам, так не очень приятная динамика, и по бизнес-циклу, если смотреть, тоже такая некоторая стагнация намечается, такой не очень приятный сигнал. В структуре индексов PMI, как я уже говорил, есть довольно хорошие такие индикаторы инфляционные, это индексы входящих в цен, эти индексы публикуются и в промышленном секторе услуг. Можно наложить графики инфляции, то есть CPI и цен потребительских, то есть и цен производителей США, наложить на графики вот этих компонент в структуре индекса ISM Manufacturing, ISM Non Manufacturing. Вы видите, тут довольно есть очевидная корреляция. И вот, судя по динамике компонентов в структуре ISM, видно, что не только в Европе, собственно, наметились некоторые дефляционные настроения, но и в американской экономике дефляционные настроения, они, собственно, доминируют. То есть, такой сигнал, наверное, для тех, кто не ждет сокращения программы, сокращения программы выкупа активов. Так, по Китаю дела тоже в целом налаживаются со второй половины 2013 года, там бизнес-цикл вошел в такую восходящую фазу циклического восстановления, сами наблюдаем. Индекс, соответственно, PMI Manufacturing по Китаю, на отметке почти там в 50, ой, в 51 пункт, по левой шкале надо смотреть. Соответственно, индекс входящих цен тоже очень важен, вышел выше 50 пунктов, тоже сигнализирует о том, что активность расширяется. Бизнес-цикл в Китае уверенно, ну, не то чтобы уверенно набирает обороты, но тенденция положительная, она усиливается, особенно в последние месяцы, мы видим это вот по следующему графику. Инфляционные показатели также находятся в довольно сдержанном формате. В сдержанном формате здесь какой-то инфляционной угрозы не видно в Китае. Это тоже, наверное, хороший сигнал в целом для монетарных властей и в целом для рынка акций. Следующий график я вот выдернул из Bloomberg Briefs, показывает ситуацию по, соответственно, азиатским экономикам. Тут, соответственно, экономисты Намура выделили вот ряд стран, ряд опережающих индикаторов, провели такую стандартную работу, говорят о том, что вроде тоже азиатский регион в целом чувствует себя неплохо и постепенно наблюдается восстановление экономики этого региона. И вот очень хороший график есть по динамике экспорта из азиатского региона, который уверенно набирает обороты. Эти графики у меня в ЖЖ-шке, посмотрите. И вот индексы PMI Manufacturing Services, но в целом индексы по emerging markets, вот индексы деловой активности, тоже мы видим довольно уверенное восстановление во второй половине 2013 года, что вселяет, конечно, некоторую надежду на то, что, в общем, позитивная динамика в целом по экономике региона наблюдается и в целом по фондовым рынкам. Вопрос в том, как долго продлится это восстановление, но я думаю, что, может быть, запала хватит там до первого-второго квартала, там опять могут возоблагодарить негативное настроение в экономике emerging markets. Сейчас, в общем, так, ну, много тут графиков, много о чем можно размышлять и разговаривать, поэтому заходите, в общем-то, на мою страничку в ЖЖ-шке, там все эти графики выложены, можете сами проанализировать, посмотреть, собственно, и поймете действительно, что вот индексы PMI, они являются достаточно важными экономическими индикаторами, опережающими экономическими индикаторами, на основе которых, в общем-то, можно довольно объективно представлять ситуацию в глобальной мировой экономике. Так, вопросы в чате у меня были по поводу, соответственно, пленума ЦК Компартии Китая, есть ли положительный сигнал, ну, давайте, Виктория, наверное, в пятницу обсудим итоги вот этого пленума Компартии Китая, там есть интересные моменты, но я сейчас не готов тут про них много говорить, уже у нас время подходит к концу нашего видеобрифинга, так что давайте на пятницу перенесем это все дело. И так, следующий вопрос был у Натальи по поводу падения рынков при сворачивании программы стимулирования, ну, я думаю, что оно будет резким и будет достаточно резким, ну, по поводу длины коррекции, это сложно говорить, в целом, американский рынок, мне кажется, сейчас в достаточно перегретом состоянии находится, поэтому я думаю, что падение будет очень неприятным, довольно сильным, резким, я вот скорее к этой точке зрения склоняюсь. Вопрос только тайминга, опять-таки, да, когда начнется все это, когда начнется все это дело, ну, может, уже скоро совсем, посмотрим, пока таких четких сигналов не вижу. Так, ну, давайте будем завершать наше мероприятие дневное, всем большое спасибо за внимание, всем удачных торгов, спасибо, что остались до самого конца, тут мой монолог выслушали. Завтра, кстати, буду в прямом эфире на телеканале РБК-ТВ, поэтому вы можете посмотреть, подключиться, там, по-моему, в 14.30, в 14.20 будет эфир, там интерактив, можете, в принципе, туда позвонить, какие-то вопросы позадавать, так что завтра Андрей Архипов будет проводить видеобрифинг, а я уже с вами встретюсь в пятницу в 11.15 по московскому времени. Ну, все, всем большое спасибо, удачных торгов, будьте аккуратны и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok